Девушки отдыхают Давай, давай, Самсон! Самсон, хороший, хороший пёс! Мне не терпится узнать, кто сегодня будет играть! Ключи от форта бояр При участии Генерального совета Шаранты Программа предложена Жаком Антуаном и Жан-Пьером Митресеем Программу представляют Патрис Лафон и Сандрин Доменгес Программу подготовил Дидье Люка Режиссёр Бернар Фламан Художественный директор Мари Франс Бриер Дамы и господа, добрый вечер! По некоторым техническим и физическим причинам мы не сможем сегодня предложить участникам испытания в прозрачной трубе Бригаде по эвакуации занять своё место По моей команде Раз, два, три, тяните! С тех пор, как дикарка прозвала Лабуля мой поросёночек, он решил проверить достижение своей диеты Что касается прозрачной трубы, результат перед вами Так, тащите, тащите, тащите! Ну как, моя пробочка? Привет, привет! Привет, Патрис! Хорошая погодка! Специально для вас мы заказали такую стихию Я надену вот эту курточку У вас это не смущает? Нет, а я представлю вам команду Да, ну вы можете... Это команда Изабель Патисье Она капитан команды Изабель, представь нам свою команду Слева от меня Лоран Мюнье Который входит в сборную по гонболу Ставшую чемпионом мира в 95-м году Поаплодируем великому чемпиону Это великий чемпион И к тому же шутник, симпатичный и прочее Он всегда симпатичный Хорошо Лучиана Боргес, манекенщица Ей тоже можно поаплодировать Эрик Кентен тоже член сборной по гонболу И тоже чемпион мира И Элен Мазу Элен Мазу, пятое место в чемпионате мира по пятиборью Если бы вы сказали четвертый, я бы аплодировал, но пятый нет Она хорошая спортсменка И наконец, Тьери Клаверала, лучший велогонщик на подъемах Хорошо, аплодируем Сандрин Доменгес Лучший гонщик на подъемах Форда Бояр это я Нет, скорее он, скорее он Так, сегодня довольно трудно играть Паспарту подтвердит Надо быть осторожным на поворотах Здесь очень скользко Свои испытания Вы будете проходить в кельях И будете защищены от дождя Но потом пойдут приключения Вам известно, как они проходят Теперь скажите, кто поднимется в башню старцев Ура Ты идешь, да, Эрик? Следуй за Пастамом Кому выпало счастье нырять в воду? Это ты Идем со мной Отправляйтесь, Сандрин А вы подойдите поближе Я могу вам сказать, что программа длится точно 80 минут Так, месье, у которого вы видите толстую палку Зовут Лабуль, он произведет удар в гонг Это станет сигналом начала передачи Давайте, месье Лабуль Вы таете прямо на глазах Я боюсь, что вы наконец похудеете Старт дан у вас 80 минут до конца испытаний И может быть, вам удастся попасть в сокровищницу И увидеть, как падают дождем золотые монеты Это всегда прекрасная картина А пока возникает картина там, наверху У старцев Ура Как приятно здесь, в моей спокойной башне Рассматривать миллиарды водяных капель Которые вьются и проникают в волны Что это за шум? Что происходит? Неужели нельзя оставить меня в покое? Чего вы хотите? Ключ для ассоциации? А, ключ? Вы в нем заинтересованы? Да, мы хотим получить его Я не собираюсь дарить его вам Надо заработать Смирение, смирение, молодой человек Слушайте Большая красивая птица На водах обычно плодится Идет в украшение ее крыло Но не летает она высоко Кто она? Я повторю Чайка, стервятник? Нет, 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 нет Большая красивая птица На водах обычно плодится Идет в украшение ее крыло Но не летает она высоко Кто она? Белая, красивая Летающая тарелка? Нет Но и в ковчег? Нет Косяк рыб? Нет Это птица? Да, да Ну, Эрик Ну, Эрик Страус, чайка? Нет, нет, нет Это был лебедь Ну, конечно же, лебедю трудно лететь И, как правило, он живет на прудах и озерах Вы сильны в классическом балете? В классическом балете я его совсем не знаю Что ж, вам надо потренироваться Потому что получится умирающий лебедь Идите, идите Спускайтесь, Эрик А я продолжу свое занятие Как в прошлый раз Теперь ответственность за этот ключ лежит на тебе Спускайся до конца по сети Потому что здесь недостаточно воды Ключ прямо напротив тебя Ты доплывешь до него? Спускайся, спускайся Нам нужен ключ Сегодня не очень приятная погода Но это хорошо освежает голову Теперь можешь прыгнуть Возвращайся быстрее По-моему, Елена наглотала слишком много воды Такие волны Эрик Кентен Чемпион мира по гонболу В 96-м году Играет в команде города Витроли Я заставила Лен плыть за ключом Вы знаете, старец Ура Произвел на меня большое впечатление Своими обширными познаниями Замечательно Замечательно Молодец Так, а теперь побежали Бежим, бежим Мы говорили о погодных условиях Они оказались неблагоприятными Для интеллектуала Он потерял голову И не получил ключа Вашей подруге пришлось проплыть За ним И вот у вас уже есть один ключ К тому же мы вспомнили Что когда вы представлялись То забыли рассказать об ассоциации Это очень важно Наверное, это произошло из-за дождя Здесь сейчас пройдет Следующее испытание, Изабель Скажите, для какой ассоциации Вы выступаете? Это ассоциация Европейских детей взлета Она была создана в 94-м году Ее учредители вдохновились Идеями Пола Ньюмана Создавшего такую же ассоциацию в США Принцип ее деятельности в том Что серьезно болеющих детей В основном раком, лейкемией И другими болезнями Приглашают на две недели Фонтенбло Где стараются, чтобы они сменили Больничную обстановку Больше находились на открытом воздухе Это очень для них полезно В общем, здесь присутствует Психологическая помощь Главным образом речь идет О смене обстановки И именно для них вы будете бороться У вас ничего не было с Полом Ньюманом? Нет, я просто так спросил Я с ним никогда не встречалась Ну, я просто так спросил Ладно, и так, Изабель А вот и первый ключ Давайте поаплодируем Это благодаря ей вы получили этот ключ Можно Эрика поблагодарить, Изабель Мы решили сделать вам подарок В честь вашего приезда в Форт Сейчас вы пройдете Пройдете в Келлим Мы приготовили специально для вас подарок Успокойтесь Тигры Они тоже нервничают из-за погоды Вам нравятся выступы? Это очень красиво, прекрасно Очень, очень красиво Что вы о них скажете? Это вообще самое прекрасное место на свете Сейчас на вас надену снаряжение Я не очень-то люблю что-то испытывать в первый раз Ну, ничего страшного Вы будете спускаться Мы поможем тебе, Изабель Вы будете двигаться вдоль выступа На мой взгляд, для вас это должно быть совершенно просто Если вы не возьмете этот ключ, Изабель, честное слово Хоть я и восхищаюсь вами, но этого не прощу У тебя обычно голова кружится? В нашей профессии этого лучше не надо Значит, лучше, если нет головокружения Ты, наверное, будешь божественной в этом испытании Просто божественной А главное, эффективной Она уже божественна Правда, я боюсь, что могу разочароваться Да, боюсь Сандри, например, никогда меня не разочарует Потому что она просто этим не занимается А за вас мне было бы обидно Начнем Сюда, Изабель Прямо сюда Внимание Начали, быстрее, быстрее Она будет стоять над пропастью Для нее это не страшно Она будет продвигаться По очень узкому карнизу Который идет вдоль стены Она нас не слышит Но, по-моему, она в естественной для себя среде Поэтому вы понимаете, почему Патрис говорил о том, что для нее это подарок Для кого-то другого, честное слово, это было бы очень трудно Вот ты бы смог пройти по такому узкому карнизу, нет? А ты? Я тоже нет Мне кажется, она уже близка к ключу Она совсем рядом Она вернется тем же самым путем Пуат смотрит, где можно зацепиться Она идет назад тем же самым путем Не знаю, можно ли говорить о рекордах, когда люди движутся на такой высоте Она приближается к нам Она приближается к нам Хорошо Она идет так же легко, как мы шагаем по земле, по улице Она несет нам этот ключ, словно танцую в балете Молодец Так, вот наш второй ключ И я думаю, ей можно аплодировать Молодец Ты словно в магазин сбегала или прогулялась Никаких проблем Для тебя это было без проблем, абсолютно Можно сказать, что для тебя это естественная среда Я помогу тебе снять снаряжение А вы пока бегите А я помогу, Изабель Бегите, бегите, бегите За паспарту Изабель Патиссе Двухкратная чемпионка мира по скалолазанию Это было удивительно, потому что я не знала, куда иду Я видела только половину своего маршрута А с другой стороны была неизвестность Но туда надо было идти, чтобы добраться до ключа Что ты делаешь, паспарту? Нашел время шутить Что с тобой? Заставил их немножко покружить Как на карусели, да? Изабель, подойдите ко мне, моя милая Изабель Я искренне восхищался вами Это была любовь Это было просто великолепно Я не разочаровал вас? Нет, вы были просто великолепны Лоран к барьеру, Лоран Повернитесь спиной сюда Но лицом к камере Кажется, один из ваших любимых героев Это Астерикс Да-да, Астерикс Сейчас вам предстоит испить волшебного снадобья Я думаю, до вас это будет любопытно Наклонись, потому что паспарту не может достать Это волшебное снадобье, вы тоже будете пить его, но это особое снадобье Что-нибудь с кровью? Нет, там будут угри Сандрина, объясните ему все остальное, потому что это сложно и здесь ты можешь попасть в плен Ты правильно делаешь, что вытираешь ноги, чтобы не скользили Так Если бы вы вытирали ноги так рьяно у себя дома, то уже стерли бы все покрытие Слушай меня, положи свою правую руку на правую ручку двери, левую на левую Ты ни в коем случае не должен отпускать эти ручки Хорошо Ты и так это знаешь наизусть, да? Не отпускай, иначе попадешь в плен Только не сломай дверь Да, будь повежливой с дверью, иди Ну что, открываем или нет? Открываем, иди Вот так Теперь он должен открутить крышку Откручивай ее в направлении стрелки Откручивай, как показано на стрелке А что там в сосуде? Это угри Кто встанет у двери? Давай ты, Эрик, ты все время шутишь и проиграл первый ключ Ладно, хорошо Так, хорошо Брось ее, брось, отпусти Скажи, чтобы он отбросил крышку Брось ее, лезь снова в воду и достань ключ Не вздумай там считать угри Он взял ключ? Взял? Так, хорошо Стукни ногой в дверь Что это? Только не урони ключ Не урони ключ, не урони Хорошо Отлично, иди сюда Скажи Ты всегда все делаешь Так быстро Да, действую я быстро Ты очень сильный Кроме того, я обладаю интеллектом Да, мы видели, как ты общался с угрями Это уже третий ключ Третий ключ, это неплохо Давайте быстрее Сюда, бегом, бегом Все собрались? Нет, нет, это мое место Все, все подходите сюда поближе А остальные участники тоже Давайте, давайте, поближе Вот так Послушайте, у вас все супер прекрасно Это даже беспокоит Элен Элен Да Подойдите сюда Подойдите, милая Элен Говорят, вы заявили однажды Я хотела бы стать индейцем Да, это правда Это правда? Почему? Не знаю, мне нравятся их просторы Свобода У вас есть возможность Почувствовать себя индейцем В этой келье Но только в смысле клича Я возвращаюсь Что касается просторов Это проблематично Там нечто вроде паутины Она вращается во всех направлениях В ее глубине Вы найдете такой инструмент На обратном пути Вы найдете ключ И этот инструмент понадобится вам Для того, чтобы открыть ящичек с ключом Вы поняли? Хорошо Если бы вам это не удалось Мне было бы приятно Нет, 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 нет Вы так считаете? Ну что, снимаем ее микрофон полностью? Да, если у меня получится Да, оторви все Может вообще все снять Не хочешь паспорту, а? Помоги Не беспокойся Главное, не останься в плену Хорошо Сейчас она нам покажет глаз Ну, давай Входи быстрее Так Теперь ты лезешь внутрь Кто встанет у двери? Эрик? Не знаю Давай, давай Продвигайся до конца Там находится предмет Похоже, это для нее привычная стихия Привычно, да? Конечно Когда сидит в засаде Потом надо быстро подниматься По лестнице или на лифте Где она? Кажется, уже добирается Скажите, чтобы она не уронила инструмент Не урони ключ Это не ключ Пока это только инструмент Чтобы открыть ящичек с ключом Постарайся удержаться на оси Паутина вращается Да, и во всех направлениях Вот так она добралась до инструмента По времени все нормально Как она там справляется? Ведь все вращается Осторожно, не урони ключ Давай Давай, Зузу Живее, Зузу Что-то она застряла с ключом Поторопись Все нормально Все хорошо Все нормально, спокойно Так, хорошо Молодец Отлично Ну-ка, сделай так Ты прекрасно справилась с заданием Безукоризненно Я не выглядела глупо Мне было странно, но хорошо Что было странно? Ну-ка, расскажи Сейчас Это были нити Словно резинки При каждом движении Не было опоры И ты все время проваливаешься Все время Да, внешне это кажется легко Но это совсем непросто Совсем непросто Ну что, побежали Вперед Нет, ну вы слишком хорошо выступаете Слишком хорошо А телезрители подумают Что все это подстроено Давайте, прекращайте это Они слишком хороши Да? Просто необыкновенно Смотрите, а наша красавица Лучана исчезла Ну конечно, она с дикаркой Та похитила ее, чтобы предложить несколько монет Видите? Дикарка показывает ей Сначала свою грудь Но это не имеет к делу никакого отношения Она показывает ей кошельки В которых есть золотые монеты Так Потом она показывает еще одну монету Которая совсем вам не нужна Иначе вы все потеряете Итак, она показывает девять монет Если Лучана покажет на монету с белой стороной Она проиграет Если она золотой, будет набирать монеты Золотая? У нее уже две монеты Теперь она ставит на четыре Как в старых играх Вдвое больше Или проигрыш Она удвоила Хорошо, она продолжает Это нормально Потому что две монеты Это очень мало Она пытается еще Так, она угадывает Она продолжит или остановится Как вы думаете? Она продолжит Она не хочет останавливаться И вот уже у нее восемь монет Так Нет, пока еще четыре А сейчас Вот, восемь монет Что будет делать наша прекрасная девушка Она продолжает И у нее уже будет Так, у нее уже будет Сейчас мы посмотрим Да, она снова выигрывает У нее уже шестнадцать монет Это же хорошо Если шестнадцать Продолжит или нет? Конечно, продолжит Бразильцы игроки по натуре Так, смотрите Золотая Вот так У нее тридцать две монеты Вот если она продолжит еще То может потерять все Напряжение Напряжение Высокое Она соглашается? Да, она играет Маловероятно Маловероятно Ах, она все потеряла Все Ладно, не страшно Она проиграла А мы продолжаем Лоран, ты играл в гандбол в перчатках? Да Надеюсь, это были не такие перчатки Наденьте вот эти Разве в гандбол играют в перчатках? Нет, нет, я пошутил Ах, пошутил И все же вы славитесь своими руками У вас сильные руки Покажите, как вы забиваете голы Ах, вот так, да? Это похоже на парня из другой команды Вам придется взять в руки такой большой Ну, что вы смеетесь? Вы возьмете очень большой меч Это целая программа действий Называется скалибур Скалибур Так Ну, давай Давай, заходи Так Вы сейчас все увидите правильно Тяни, тяни Давай, давай, тащи, тащи Давай, Лоран, тяни Тяни, тяни Мы знаем, у тебя сильные руки Он говорил только что, что интеллект играет важную роль Но тут, на мой взгляд, он не имеет никакого значения Подумай, Лоран, подумай Пошевели им, раскачай Помоги себе Ногами, ногами Упрись, ногами Вы хотите сказать, чтобы он сильнее упирался ногами? Или лучше руками? Все же руками? Да, пожалуй, вы правы Предупреждаю, вытащить недостаточно Потом надо будет разрубить канат Давай, Лоран Он уже устал Ну что? Время есть Давай Есть Отлично Да, со временем пока все в порядке Так, теперь надо разрубить канат Давай Ты видишь канат? Давай Давай, руби Надо его подбодрить Руби с плеча Так Хорошо И раз И раз Следите за временем Поторопись Как он бьет Мне кажется, ему больно Давай, Лоран Давай, давай Ты почти перерубил Может попробовать разорвать руками? Попробуй разорвать Попробуй руками Нет, 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 бей Следите за временем Выходи, выходи, Лоран Нет, нет, еще время есть Нет, время, время Выходи Не получилось Непросто Но ты почти разрубил Ты как-то странно держал меч А я вначале очень устал А потом просто старался не уродить его Вот и все Ладно, снимай перчатки Давай сюда перчатки Но ничего, не страшно Ничего Вы и так уже многого добились По спорту бежим Лоран Мелье Чемпион мира по гонболу 95-го года Как и в легенде Мне было очень тяжело Вытащить меч А потом не смог перерубить канат Мне не хватило времени Жаль, что не удалось Взять еще один ключ Давайте, давайте Небольшой промах Время от времени Это совсем неплохо Подходите, подходите Это ставит людей на место Неудача иногда Это хорошо Это опускает на землю А когда выигрывают Начинают задирать голову Успокаиваются Лучанам Подойдите сюда Снимите с нее Все лишнее Паспарту обожает это делать Снимешь паспарту? Без проблем Тебе помочь? Нет, я сам Лучана Вы встретитесь с дамой Которой зовут Пенелопа Гаду Она владеет Самой знаменитой В нашем округе Грязелечебницей Мне кажется Вы чуть-чуть поправились Совсем немножко Это не страшно Но всего чуточку поправились Один сеанс грязевой ванны Доставит вам удовольствие Вы увидите Но она массирует довольно сильно Ну, я думаю Вы тоже ее помассируете Как следует По-моему, она уже может идти Да? Ну что ж, вперед Лучана, сними кроссовки У тебя очень красивые носочки Но ты их тоже сними Вот так, хорошо Осторожно Лучана, у меня ощущение Что вам не очень хочется дойти Да уж, не очень Она уже поскользнулась Осторожней Пенелопа Гаду Осторожней Постарайся обойти ее Оттолкни ее Ухвати за ноги Давай Хватай, хватай ее Хватай Вали Где ключ? Где ключ? Прямо перед тобой В середине В середине Слева от тебя Следите за временем Ей надо успеть выйти Там скользко Попробуй толкнуть ее за ноги Вот так, хватай Поднимись и бросай Бросай ее сразу Какая же ты красивая Пенелопа Пропусти ее Шла бы ты домой, Пенелопа Попробуй, ну хвати ее за ноги Давай, Лучиана Ну давай же Атакуй ее Пока время есть У тебя есть время Схвати ключ Она, наверное, уже устала Бороться в грязи непросто Там даже трудно устоять на ногах Не то что встать Встань, Лучиана Попробуй Ты можешь победить ее Нет, ей даже не удастся встать на ноги Главное действовать решительно Давай, встань Лучиана Следите за временем Лучиана, выходи Осторожно, не поскользнись Ты сможешь выйти? Ничего, ничего, она успеет Потихонечку, потихонечку Я вас не вижу Да, потрясающе выглядеть Как дела, Лучиана? Ты совсем бесил, да? Она слишком Слишком что? Слишком сильная Не ешь грязь Просто улыбнись в камеру Мы побежим на следующее испытание Давайте поаплодируем Лучиане А она пойдет, примет душ Лучиана, нет, нет Останься здесь Не трогай меня Бегите за паспарту Все, побежали Когда я думаю о том, что Сандрин заставляет участников проделывать такие вещи, дорогие друзья и зрители, я не могу с этим согласиться, честное слово Да, это нехорошо с ее стороны Просто неприлично Вы даже не даете сказать им нет Просто не даете Что такое? Да разве так можно? Вы видели, в каком она вышла состоянии? Ей было очень хорошо Это очень нежная грязь Ну хорошо, вы очень резво начали, а тут что-то застопрились Она права Эрик смотрит на эту келью с некоторой тревогой Он тоже прав, он прав, потому что ваша любимая птица чайка Я узнал об этом Вы взлетите иностранным образом Главное дело в ногах Покажи, как ты прыгаешь Я могу удариться о потолок Ну так себе, я так тоже могу Может мы пошлем Изабель? Так что, Изабель пойдет? Ах да, в башню Спасибо, что напомнили, Сандрин Я очень доволен, что вы следите за мной Так вот, Изабель, вы идете в башню, Сандрин Браво, еще раз спасибо Благодарю тебя Пожалуйста, Батрис Идите, Эрик Эрик, входи Тьерри, встань у двери Или кто? Или ты встанешь? Влезь в тремена Так, ты встанешь у двери, подойди поближе Влезь в тремена и начинай передвигаться Я хочу сразу посоветовать не вытаскивать ногу из тремени Не вытаскивай ногу из тремени, когда продвигаешься вперед Хорошо? Упирайся одной ногой, а вторую держи на весу Но в стремени, это легко сказать Ну а теперь разбирайся сам Вот, снимай одно с тремя, так, замечательно Главное, чтобы нога не выходила из тремени Хорошо, не вытаскивай ногу из тремени Чтобы не терять много времени Ему надо так же вернуться? Нет, он спрыгнет Когда ты возьмешь ключ, спрыгнешь и бегом назад Легко сказать Проблема в том, чтобы удержать равновесие Хорошо Все нормально, Эрик Продолжай Время у тебя есть? Еще 13 секунд, этого достаточно Не теряй стремя Есть еще время? Ему времени хватит? Время-то еще есть, но он медленно движется Эрик, прибавь в темпе, если можешь Пусть поторопится немного Как можно быстрее Гораздо быстрее Надо вернуться так же? Нет, он спрыгнет, но надо передвигаться быстрее Ну что же ты? Давай, давай Сделай еще один переход Поспеши, Эрик, поторопись Так, а где ключ? В конце? Нет, нет, не успеет Возвращайся Возвращайся Он был почти в цели, но пора было возвращаться Ты почти дошел, но надо было бежать назад Тебе почему-то не удавалось взяться как следует за кольца, да? Они были все в масле и выскальзывали Ах, они к тому же были скользкими Да, иначе было бы проще Конечно, я бы перевешивал их Но они выскальзывали Ладно, постараемся на следующем испытании Так, ситуация усложняется Надо добыть еще четыре ключа Тигры нервничают Иногда им это надоедает Предупреждаю вас заранее Вы знаете, их время от времени выпускают Редко, но выпускают Ну а сейчас посмотрим наверх Чтобы увидеть, что происходит там В башне Сейчас там Изабель со старцем Фура Я думаю, она чарован Ну вот, у меня опять гости Ко мне поднимаются без стука Это Изабель Изабель Так, Изабель с давними знакомыми легко найти общий язык на высоте Хотя обычно вы отдыхаете, когда добираетесь до вершин Слушайте Оно приятно в ранний час Оно само бывает ранним Оно прекрасным может быть Но если поздно То ему конец настанет Что это? Я повторю Оно приятно в ранний час Оно само бывает ранним Оно прекрасным может быть Но если поздно То ему конец настанет Что это еще, Изабель? Предлагайте. Предлагайте слова. Ну? Солнце. Ну, не знаю. Нет. Нет, утром, когда рано... Но это и есть солнце. Нет. Послушайте, утром, когда рано, это раннее утро, и оно может быть прекрасным. А когда поздно, то уже не утро. А вы оказались в ночи. Можете спускаться, Изабель. Идите, а ключик пойдет в шкафчик. Как в спорте высокого класса называется фаза понижения результатов, когда вдруг неожиданно наступают неудачи. В таких случаях надо искать причину. Ах, вы ищете причину. Изабель тоже не нашла слова у старцев ура, значит, нет ключа. Потому что в этом случае в море никто не ныряет. Это можно проделать лишь один раз. И вы эту возможность уже использовали. Нам надо идти на следующее испытание, потому что надо идти. Надо идти, чтобы добыть пятый ключ. Я обращаюсь к Терри. Скажите, существует ли в велосипедном спорте термин носильщик воды? Когда я занимался, я знаю, что он был. А сейчас? Это несколько насмешливое название. Вы когда-нибудь будете носильщиком воды? Нет. Так вот сейчас будете. Значит, здесь вы станете им в истинном буквальном значении слова. Будете нести воду по скольской дорожке, вы увидите, она с подъемами, такое не очень ровное шоссе. Итак, наш носильщик воды, прекрасный носильщик Терри Клавейро-Ла. Клавейро-Ла, я выговорил, хотя боялся сказать. Говорят, Терри-А. Терри-А, проходи сюда. Давай, проходи. Иди. Пока еще мы не видим Терри, но мы сейчас его увидим. Так, вот он. Поднимись на бегущую дорожку, лучше по лестнице. Нет, нет, Терри, там есть лестница. Посмотри на ведра над головой. Там над головой висят ведра с водой. Бери эти ведра и наполни сосуд, который находится в конце бегущей дорожки. Вот так. Наливай в него воду. Вот так. Хорошо. После этого выбрасывай пустое ведро в сторону. И иди за следующим ведром с водой. Прибавь, прибавь немножко. Ходу. Лоран, подойди поближе, помогай ему. Давай, Терри, давай. Прими душ. Молодец. Хорошо, хорошо. Постарайся выливать сразу. Вы видите, по мере того, как он заполняет сосуд, ключ поднимается. Надо заполнять его, заполнить до конца. Молодец. Вода поднимается. Ты видишь, он каждый раз теряет много воды. Надо, чтобы он не проливал. У тебя достаточно времени. Отбрасывай пустое ведро. У тебя есть еще время? Нет, нет. Его надо снять. Сними его. Сними, сними. Давайте будем серьезнее. Ему там не смешно. Ну, мы понимаем. Но у тебя есть еще время. Хорошо, хорошо. Бросай ведро. У него есть время, но его не так уж и много. Если он будет застревать так на каждом ведре. У тебя есть время на два-три ведра. Только полных. Что там с ключом? Еще два ведра, и на мой взгляд, достаточно. Еще два ведра. Быстрее. Последнее ведро. Внимание, последнее ведро. Это последнее ведро. Постарайся не пролить. Он играет ведрами, но не смотрит на ключ. Доставай ключ и возвращайся. Тьери, бери ключ и выходи. Выходи, выходи. Ну, как ты? Ты плясал, веселился и даже принял хороший душ? Столько воды вылил на себя. Я не мог отцепить ведра. Вот и проливал на себя. Вот из-за этого все и произошло. Понятно. Как с водой, так и с ключом все мимо. Послушай, похоже, ты очень устал, да? Нет, просто задыхаюсь. Просто задыхаюсь и все. Ты же спортсмен. Почему ты задыхаешься? Мы привыкли работать все время в одном и том же ритме. Понятно. Это от того, что ты сменил ритм, да? В общем, да. Ну, хорошо, побежали. Франшмон, франшмон. Так, так. А вот и дикарка. Так, честное слово. Честно, честно. Однако вы затягиваете. Да, опять дикарка. Да. Ребята, у вас сплошные проблемы. Элен попала в капкан дикарки. Идите сюда, идите же, идите. Я даже не в силах сказать. И скажи сама. Я уже не в силах. На тебе словно клеймо. Что это у тебя? Это значок указывает, что я служу в полиции. Служащая полиции в наручники. Попала в западню? Тут на тебя надели наручник, но ты можешь достать ключ. Ты должна последовать вот по таким трубам. В некоторые моменты тебе придется кое-что разведить. Ты должна передвигаться очень быстро. В противном случае ты можешь попасть в плен. Я могу пользоваться руками? Нет. Тебе понадобится только рука, чтобы откручивать. Но прежде я хочу сказать, что если ты останешься пленницей, то на тебя составят протокол. Нет, нет. Нет. Ты так и пойдешь вдоль трубы, но ты должна поспешить. Скажите ей, чтобы она поторопилась. Иди как можно быстрее. Очень быстро. Крути, крути. Быстрее, быстрее. Ещё быстрее. Передвигайся. Хорошо. Ей надо передвигаться очень быстро. Здесь не надо раскручивать. Незачем раскручивать. Поверни браслет. Поверни, поверни браслет. Постарайся найти разрез. Вперёд, Зузу. Вот так, она поняла. Там есть места, где можно и не раскручивать. Давай. Придерживай наручник. Так тебе будет легче бежать. Следите за временем. Она передвигается быстрее. Вот видите, быстрее. Так, хорошо. Быстрее, быстрее. Какая она ловкая. У неё есть ещё время. Давай, тяни наручник. Тяни как следует, чтобы наручник прошёл. Тяни быстрее. Неплохо, неплохо. Она неплохо идёт. Давай, давай. Она дойдёт до конца трубы, там сможет снять наручник и взять ключ. Тебе осталось немного. Давай. Ну что же ты? Что она там делает? Она почти дошла. Что она там делает? Элен, что там такое? Она пошла не тем путём. Это не страшно, лишь бы успеть. Поторопись. Ну что? Снимай его с трубы. Замечательно. Быстрее, быстрее. Поторопись. Я не соображаю, где я. Ты в конце что-то растерялась. Я же не следила, где я шла. Как ты чувствовала себя прикованной? Ну, не знаю. Ничего. Да нет, всё нормально. Это пятый ключ. И вам ещё необходимо... Два ключа. Я так торопилась, что не сразу поняла, что надо откручивать. Некоторые надо было откручивать, а некоторые нет. Так, бежим за шестым ключом. Элен Мазуша, шестое место на чемпионате мира по пятиборью. Я немного заповняковала, не знаю, раскручивать или нет, но я взяла ключи, это главное. Третьи своих побед вы обязаны, Элен. Браво, Элен. Лучиан, вам в первый раз надевали наручники? Мне самой? Да. А вы другим надевали? Да, я была обязана это делать. Это же моя работа. Теперь-то вы знаете, каково это. Всё равно будете надевать, а? Я шучу. Лучиана, вы бразильянка, и я знаю, что вы очень суеверны. Например, вы боитесь пройти под лестницей? Да. Вот это с вами сейчас и произойдёт, но особым образом на вас наденут этот пояс, от которого вы будете в восторге. Сейчас мы всё отрегулируем, я умею прилаживать пояса. Как ты себя чувствуешь, нормально? Обхватил тебя. Хорошо сидит? Всё хорошо. Это физическое испытание, Лучиана. Объясни ей. Нужно построить свою собственную лестницу с помощью перекладин, чтобы достать ключ, который находится на потолке. Хорошо. Она такая спокойная. Идём, Лучиана. Прикрепи здесь страховку. Давай, Лучиана, вперёд. Правильно. Спокойно. Она совсем не суетится. Поднимайся и строй свою лестницу. Поднимайся по перекладинам. Поднимайся. Каждый раз вынимай одну перекладину. Поднимайся. Молодец, Лучиана. Справа от тебя перекладины. Можешь воспользоваться вот теми. Видишь? Справа от тебя. Так, видишь над тобой ключ? Видишь его? Куда мне подниматься? Смотри внимательно. Увидишь. Над тобой ключ. Я не могу увидеть его. Это очень сложно. Ничего, ничего. Вынимай перекладины. Вынимай и переставляй их. Ну, что же ты делаешь? Не туда, не туда. Вынимай. Бери ту, что в середине. Ей не надо виснуть. Поставь ноги на перекладину. Да, вот так. Так она устанет. Лучиана, ноги на перекладину поставь. Возьми перекладину снизу, ниже той, за которую ты держишься. Ей не хватает перекладины. Ногами встань на последнюю, а среднюю вынимай. Поставь ноги. Поставь ноги на перекладину. Так, так, хорошо. У тебя есть время. Она продолжает подниматься. Она уже видит, где ключ. Поднимайся. Бери перекладину снизу, в середине. Смотрите, как дрожат ее ноги. Держись, Лучиана. Ты молодец, Лучиана. Давай, ты молодец. Давай еще, держись. Ты можешь взять его? Ставь ноги на перекладину. Ставь, ставь ноги. Давай, быстрей, быстрей. Ставь ноги на перекладину, чтобы передохнуть. Давай, давай, ключ уже близко. Она бессила. Давай, давай, давай. Не забудь открепиться. Следите за временем. Возвращайся, Лучиана. Возвращайся. Давай, давай, давай. Возвращайся, время. Возвращайся, время. Бедненькая. У тебя так дрожали ноги. Так дрожали. Это было очень тяжело. Ты не знала, что делать или устала? У тебя ноги дрожали очень сильно. Ты устала? Ну, хорошо, пусть она немного отдохнет. Ты отдыхай, а вы бегите со мной. Отдыхай. Лучиана Бургес занимается бразильской борьбой. Это очень трудное испытание, потому что вначале, когда я вошла, то немного испугалась, что надо подняться к потолку. И к тому же я не очень хорошо поняла эту систему перекладин. У меня не вышло, жаль. Как жаль, Лучиана, как жаль. Надо выпить бразильского кофейку. Смотрите, у нас опять кое-кто исчез. Кто? Лоран. Заметьте, Дикарка опять предлагает монеты. Что же произошло, Лучиана? Я устала. Ах, устали, да? Итак, Дикарка опять показывает, как обычно, монеты. Так. Посмотрим. Как пройдет эта дуэль? Так. Она показывает кошельки. Уговаривает его. Так. У него уже две монеты. И, разумеется, Лоран будет продолжать. Так. Это не сложно. Вот, смотрите. Что у него? Показывает на монету. Третья монета. Это уже шесть монет. Так. Гениально. Сколько монет? Гениально. Тридцать две. Как уже тридцать две? Нет, должно быть шестнадцать. Конечно, шестнадцать. Он играет на тридцать две. Он получил тридцать две. Как вы думаете, что он будет делать? Он колеблется. У Лорана внушительные мускулы. Он продолжает. Так. Он выбрал монету. Есть! Шестьдесят четыре монеты. Похоже, он хочет остановиться. Да. Он выиграл шестьдесят четыре монеты. Хорошо. Хорошо. Но сколько же ключей, кроме шестидесяти четырех монет? У вас пять ключей. Для того, чтобы получить шестой, дорогой Тири, подойдите ко мне. Вы уже отдохнули после Ведер, да? Вот и хорошо. Речь идет теперь не о том, чтобы вы держали руль, а главное, четко реагировали. У вас в велосипедном спорте важна реакция, чтобы вовремя затормозить? Да, особенно во время спуска. Во время спуска. Я полагаю, здесь тоже будет спуск. Вы встретитесь с человеком, который очень скоро на руку. Вы должны быть таким же быстрым. Иди, иди. Это будет происходить здесь. Я не буду больше ничего объяснять. Тири. Подбодрите же его. Давай, Тири, иди. Вы хлопаете в ладоши, а между тем я должна объявить, что вам крайне необходимо как можно быстрее выиграть два ключа, потому что в противном случае вам грозит темница. Так, давай, Тири. Тири, вперед. Ты должен взять ключ. Хорошо, не волнуйся. Внимание, вам необходим этот ключ. В глаза смотри ему, в глаза. Смотри в глаза. Давай, Тири, в глаза, в глаза смотри. Следите за временем. Вам нужен этот ключ. В противном случае кто-то попадет в темницу. У тебя есть время, но в глаза смотри, в глаза. Ущипни его. Поговори с ним. Ущипни его, Тири. Что это за ключ сзади? А, есть. Хорошо. Здорово. Есть. Тири, дай я тебя поцелую. Просто гениально. Как тебе удалось? А я спросил про ключ сзади него, а потом схватил. Он отвлекся. Там сзади у него висел ключ. Так. Я попросил, чтобы он дал мне... И вот получилось, я отвлекся, и он отвлекся. А я схватил. Отлично. Правда, я не совсем поняла, но все равно это замечательно. Вперед за седьмым ключом. Тири Клавейрала. Лучший гонщик на горном этапе в Тур-де-Франс 90-го года. Мой партнер был очень быстрым. Мой единственный шанс состоял в том, чтобы отвлечь его внимание, что я и сделал, и смог добыть ключ. Грандиозно. Теперь нужен последний ключ. Последний ключ, может быть, достанется Изабель. Она так хорошо начинала. Она сейчас отдаст кошелек и отправится в келью. Это особая келья. Она может задушить тебя, если ты не выйдешь оттуда вовремя. Я не хочу. Надо, надо идти. Не хочу отдавать деньги. Я посмотрю, не волнуйся. Не хочу. Но это же не так плохо. Итак, Изабель, ты методичный человек? Нет. Тогда это плохо. Она не любит методичность и боится замкнутого пространства. Ты поняла? Клаустрофобия. Можешь брать по два ключа. Бери ключи. Они прямо над тобой. Снимай их. Объясни. Пусть она снимает ключи, которые висят над ней. И пусть пробует вставлять в каждую скважину. Каждую скважину вставляй. Пусть она поспешит. Поторопись. Побыстрее. Нам необходим этот ключ. Попробуй по всем скважинам. Пусть проверяет по два ключа сразу. По два ключа снимай. Есть. Один она подобрала. У тебя есть один ключ. Молодец. Надо открыть все три замка. Оставь его в замке. Оставь его там. Ну что же ты, давай. Давай, давай. Думай о времени. Так, второй ключ есть. Молодец. Оставь его там. Почему ты его вытащила? Ну надо же, как досадно. Она открыла же этот замок. Открыла? Там у нее есть один ключ, который она уронила и не пробовала его. Там еще много ключей. Давай, давай, Изабель, поспеши. Почему она не оставила ключи в замках? Я не могу понять. Может решила, что не надо? Но она открыла эти замки или нет? Изабель, у тебя есть время? Есть. Что она делает? Как обидно. Мне кажется, тот ключ был ближе всех к сундуку. Нет? У тебя есть еще один ключ сбоку. Справа от тебя. Ну, есть, она нашла. Гениально. Где она? Сейчас, сейчас она выйдет. Без паники. Почему ты отбросила тот ключ? Я только потом сообразила. Браво, ты немного растерялась, но главное, вот ключ. Вы пошли? До свидания. До свидания. Куда вы направились? Туда. Так, это у вас какой ключ? Седьмой. Седьмой ключ, и куда мы теперь идем? Куда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Привет, Лабуль! Здесь вы превращаетесь в охотников за временем. Стать охотниками за временем, это значит набрать максимум времени для сокровищницы. Итак, Лабуль, первым идёт. Лоран, иди, Лоран. Удачи тебе! Подойдите ближе, Лоран. Сандрин объяснила вам, что вы должны здесь выиграть время. Тут 1 минута 30 секунд. Это необходимое время для сокровищницы. Остальные секунды будете, возможно, выигрывать вы в поединках с мастерами игры. Я думаю, вам это понятно. Вот ваша игра. Мастер игры натянет проволоку и покажет вам, каким образом вы должны держать в руках гирю. На вытянутой руке, над проволокой. Надо постараться удержать её как можно дольше. Ваша гиря ни в коем случае не должна коснуться проволоки. Итак, начали. На вытянутой руке, Лоран. Мастер игры коснулся рукавом. Неужели он уродь? Он смотрит на вас. Тяжело будет, очень тяжело. Он немного приподнимает, каждый отдает последние силы. Это непростой конкурс. Ну, что же будет? Кто же раньше опустит? Так. Браво, Лоран, вы выиграли. 25 секунд. 25 секунд. Нет, нет, Лоран, пожалуйста, возьмите эти шарики и высыпайте их сюда. Это хорошее предзнаменование. Так. Нет, сюда, сюда, Лоран. Лоран, пожалуйста, будьте хоть немного дисциплинированы. Выходите, Лоран, спасибо. Второй охотник за временем. Подойдите поближе. Я уже вижу, что это девушка. Так. Впечатляет, не так ли? Здесь выигрывают время. Лоран уже выиграл. Как остальные, пока неизвестно. Вот ваш поединок. Подойдите поближе к столу. Вы зажжете лист бумаги, как это делает мастер игры. Принцип поединка. Зажигайте, зажигайте. Вы не должны уронить листок первый. Зажигайте. Точнее, вообще не ронять. Вы не должны ронять. Если ваш листок погас, это дурной знак. Дурной знак, запомните. Вот как? Да. Он гаснет. Я могу поджечь еще раз? Да, чем быстрее, тем лучше. Потому что время идет... У вас горит, но у вашего противника горит быстрее. Я чувствую, ему уже не очень хорошо. Чувствую, что мастер игры разочарует меня. Да, я это чувствую, что он разочарует. Не надо обжигаться. И все же он пытается это сделать. Пламя касается рук. Он все же боится. И вы... И вы... Он необыкновенный человек. Как держится. И вы... Держится, смотрите. До последнего. И вы выиграли. У вас на 25 секунд больше. Подождите. Возьмите эти шарики и высыпайте их сюда. Вот так. Это означает, что у вас уже 2 минуты 20 секунд на сокровищницу. А это очень и очень хорошо. Выходите здесь. И поскольку вы восхитительны, позвольте мне поцеловать вам руку. До свидания. Третий охотник за временем. Я вижу, как проникает сюда Эрик. Подойдите поближе, Эрик. Пока ваши друзья выступают очень успешно. Они уже выиграли две дуэли. Надо выиграть третью. Вот ваш поединок. Молоток, гвоздь. Мастер игры забивает гвоздь. Каждый из вас по очереди будет забивать гвоздь. То есть выигрывает тот, кто забивает последнего. Так. Здесь нужны тактика и сила. Так. Вы проиграли первый тур. Но их два. Вы проиграли, но это не страшно. У вас две выигранные дуэли. Эрик, спасибо. Четвертый охотник за временем. Подойдите ближе, Эля. Это напоминает немного комиссариат полиции. Но здесь не будет допросов. На данный момент вы выиграли одну... Нет, две дуэли из трех. Перед вами круг. Так. Наверху этого круга мастер игры установит шарик. Вы должны протянуть сквозь него сжатую в кулак руку в середине круга. Мастер игры давит на вашу руку. Вы не должны коснуться круга, когда он отпустит вашу руку. Речь идет о вашей реакции. Внимание. Отпускайте. Браво, Элен. Замечательно. Еще 25 секунд на сокровищницу. Они вам, несомненно, пригодятся. Высыпайте эти шарики рядом с часами. Отныне я объявляю вам, что вы выиграли 2 минуты 45 секунд для сокровищницы. Это очень хороший средний результат. Спасибо. Вот пятый охотник за временем. Иди, Тири. Это Тири, охотник за временем. Ваши дела идут неплохо, Тири. Впечатляет, не правда ли? Да, впечатляет. Это часы, куда вы должны добавить время. Тири, для вас речь идет всего лишь о наблюдательности. Вы видите белые, красные и черные шарики. Существует образец. Через некоторое время я открою вам его на 10 секунд. Вы постараетесь запомнить и восстановить его как можно точнее. Вы должны это сделать лучше, чем мастер игры. Понятно? Смотрите внимательно, Тири. Все. Тири. Начинайте. Так, вы действуете довольно быстро. Вначале было легче запомнить. Сейчас увидим. Отлично. Верно. Верно. А здесь вы не согласны с мастером игры. Кто прав? Мастер игры. Вы проиграли. Спасибо. Так, шестой поединок с капитаном, охотником за временем, Изабель Патисье. Изабель, ты можешь оставить кошелек мне. Мы встретимся в конце. Изабель, на данный момент не пугайтесь. Здесь не будет ничего страшного. Пройдите вперед до отметки. Нет, до отметки, Изабель. Простите, я ошиблась. Ну, ничего, это может быть. Это не страшно. Пройдите вперед. Вы видите перед собой палочки. Всякий раз вы будете играть по очереди, вы можете взять одну, две или три палочки. Итак, одну, две или три. Главное не брать последние. Вам начинать. Одну, две, три. Итак, предлагаю вам начать. Мастер Грэст. Я ставил вам последнюю палочку. Вы проиграли, Изабель. Знаете, что ваша команда выиграла три поединка и проиграла тоже три. Значит, у вас две минуты, 45 секунд на сокровищницу. Это приличный средний результат. Спасибо, Изабель. До следующего раза, прошу вас. Я вижу, что вы, мастера игры, проявили сосредоточенность. До свидания. Пусть игра будет за вами. Ну что, вы были хорошими охотниками за временем. Лучиана, ты выиграла? Да. Эрик, ты выиграл? Лоран? Нет. Да. А ты выиграла? Да. Ну что ж, бежим к Патрису, чтобы узнать, сколько вы выиграли времени. Хотя это слово уже и выходит из моды, я скажу, все у вас кул. Дела идут совсем неплохо. Сейчас Лоран отправится вместе с Постамом на башню. Монеты я положу пока сюда. Прощайте оба. Остальные вставляют ключи, символ вашего успеха в замке, который расположен над вами. Вращать ключи не надо. Побыстрее, пожалуйста, не надо бояться тигров. Они еще никого не укусили. Сколько времени они выиграли? Они выиграли 2 минуты 45 секунд. Это неплохо. Прекрасная Изабель Патисье отправится с Паспарту, как только он снимет все ключи. Сегодня ему это немножко сложно, потому что он немного заторможенный из-за дождя. Ну что ж, так, Изабель уходит с Паспарту. Иди с Паспарту. Они направляются на первое испытание. Все ли ключи здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сандрин, все хорошо, Сандрин? Все хорошо, Патрис. Хорошо, Сандрин. Хорошо, Патрис. А теперь я займу свое точное место, то, которое вы требовали всякий раз, чтобы сказать всем нашим друзьям, которые увидят сейчас старцев Ура, лицом к лицу с Лораном, что это настоящий матч. Да, да, я знаю, знаю. Вы здесь, чтобы получить первую подсказку. Вы ждете, чтобы я дал вам три определения. Что ж, вы не теряли время. Вы выглядите очень впечатляюще. Приготовьтесь. Вы готовы? Слушайте, моя первая подсказка может быть воздушной. Ну? Ну? Я должен говорить? Да. Моя первая подсказка имеет свою собственную музыку. Труба? Нет. Аккордеон? Нет. И моя первая подсказка может быть холодной. Подумайте, холодной. Вы все еще раздумываете, сравниваете. Холодной. Так, так, ну. Подсказка камера. А теперь продолжайте. А я буду смотреть на приключения и размышлять. Это мое любимое занятие. Изабель, даже если телезрители не видят, эта камера не может все охватить. Но я вам говорю, что стихи начинают бушевать. Вам надо тоже взбодриться. Первую подсказку Лоран не угадал. Вы еще не знаете, а я уже знаю это. В самом начале игры вам сделали подарок, а теперь подарок нам сделаете вы. Потому что это самое красивое испытание. Я надеюсь, что вам это понравится. По меньшей мере так. Подсказка там наверху. Через три минуты она может уничтожиться. Вам надо просто пойти и взять ее. Отправляйтесь, Изабель, отправляйтесь. Я вижу, вы уже мерзнете. Вообще-то под дождем не лезут. Прости, под дождем что? Не лезут наверх на скалы. Потому что скользко. Потому что скользко и холодно, но делать нечего. Давай, давай, Изабель. Даже смотреть страшно, потому что дождь бьет прямо в лицо. Отсюда это просто восхитительное зрелище смотреть на нее. А на экране не видно? Будь осторожна, Изабель. Мы волнуемся за тебя. Давай, давай, ты молодец. Давай, у тебя все получается. Давай, давай. Нам, наверное, ни к чему подбадривать ее, потому что она и так держится молодцом. Она молодец. Она действительно замечательно поднимается. Вот только мокнет. Она добралась. Это будет ваша первая подсказка. Я хочу дать вам совет. Чтобы вы сразу стали думать о близких словах, об ассоциативных связях, которые, может быть, помогут вам в следующих приключениях. Хорошо? Осторожно, чтобы она не спустилась вам на голову. Открывай футляр. Открой его. Открыла? Ну так что это? Рафаэль. Рафаэль. Мы побежим на следующее приключение. Изабель останется снимать снаряжение, а мы побежим. Рафаэль. 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 Итак, следующее приключение, а их у вас будет три. То, что вы не получили подсказку у старца Фура, это не страшно. Так, пойдут Кири и Лен, то есть Эрика и Лен, отправятся на следующее приключение, ясно? Не теряйте время, Эрика и Лен, а мы будем смотреть в этом направлении, там Патрис и ваша подруга в очень необычном пространстве. Вот, смотрите сюда. Вы видите? Видите её? Да, Лучиана, я хочу сообщить вам хорошее известие. Несмотря на дождь и плохую погоду, Изабель Патиси блестяще добыла первую подсказку. Дальше действовать вам, это будет нелегко. Как вы себя чувствуете, мне это очень важно. Хорошо. Хорошо. Ну, а в смысле предрассудков, примет, обречённости, ничего? Хорошо? Вы будете продвигаться вперёд в этом механическом кресле, вам надо будет крутить во все стороны головой, проходить невероятные места, чтобы найти подсказки. Когда вы выйдете отсюда, то окажетесь в своего рода кессоне. Потому что я сниму с вас очки, вы крикните подсказки своим товарищам, которые смотрят на вас снаружи. Там у них висит доска, на которой написано шесть слов. Всякий раз они будут вычёркивать слово, которое вы им назовёте. Вы должны увидеть пять слов, значит, оставшиеся не вычёркнутым на доске, и есть подсказка. Разумеется, там будет происходить невероятное. Подсказки достанутся нелегко, надо вращать головой, смотреть, что-то выпивать, сдувать. То есть всё время производить какие-то мелкие жесты, чтобы увидеть эти слова. Как только я сниму с вас очки, вы начнёте продвигаться вперёд и искать слова. У вас нет ко мне вопросов? Нет. Я хотел бы ещё раз поцеловать вам руку, но не могу. Внимание! Снимаю очки. Свет! Видите, она продвигается в кресле через инкубатор. Она должна увидеть там слова, которые записаны на этой доске. Фу, какой ужас! В каждом отсеке должно быть слово на пробирках или животных, где угодно. Она должна прочитать это слово, а ты каждый раз будешь его вычёркивать здесь на доске. То слово, которое останется не вычёркнутым, и есть подсказка. Там у неё будет пять слов, здесь вы видите шесть. Лучиана, ты там видишь слово? А-а-а! Лучиана, ты должна прочесть слово! Ей не удаётся прочесть. Осторожно! Смотри, где следующее слово. Что она там делает? Что такое? Какое там слово, Лучиана? Она тянет эту бутылочку за собой, так и не прочитав слова. Дальше ей надо сдувать муку. Так, сдувай. Вот так. Ей не везёт, не везёт. Ей надо крикнуть, но она может не услышать. А это такие пауки ужас. Что там за слово, Лучиана? Спроси, она увидела слово? Лучиана, ты увидела слово? Она не прочитала нам ни одного слова. Но она же видела их. Если она хочет запомнить их, то это ведь трудно. Время проходит. Что же там происходит? Как противно! Может, она потом назовёт их? Слова, слова! Дай нам слова! Может быть, она увидела все слова и запомнила их? У тебя там есть слова? Есть слова? Да! Так назови их нам! Связь, книга, стрекоза. Повтори! Связь, книга, плющ, стрекоза. Плющ, стрекоза. Какие там ещё слова? Стрекоза, ложа, связь, книга, плющ. Так. Линия или ложа? Так. Остаётся одно слово. Так, она вычеркнула. Линию, стрекозу, связь, книгу, плющ. Ранди, это... Ложи. Так, а первая подсказка? Рафаэль. У вас Рафаэль и ложи. У вас немного времени на третье приключение. Пока мы будем бежать до него, подумайте о связанных по смыслу словах. Сейчас о чём вы думаете? Ничего не пришло в голову? Художник, который спит в кровати, ложи, спать, лежать, не знаю. Бежим на третье приключение. Сюда, сюда. Подходите, подходите, я должен вам кое-что объяснить. Дело в том, что погодные условия, к сожалению, не позволили Элен и Эрику осуществить это испытание. Это опасно, и мы не можем рисковать, но у нас есть время на ещё одно приключение. Итак, по спорту бежим. Новое приключение, где вы, может быть, получите последнюю подсказку. У вас есть уже две подсказки, что-нибудь пришло в голову? Эрик, подходите, но на испытание пойдёте не вы, а Лоран. Подсказки Рафаэль и ложи. У вас есть какие-нибудь идеи насчёт слова? Рафаэль, это художник, а ложи. Это место, где спят. Да, место, где спят. Хорошо. Послушайте, дорогой Лоран, вам предстоит попытаться взять последнюю подсказку, таким образом у вас их будет три. Этого, наверное, недостаточно. Начали. Давай, Лоран, иди. Проходи, проходи вперёд, поспеши. Иди, Лоран. Лоран. Ты видел внизу маленький люк? Да. Пролезай в него. Хорошо. Ниже, ниже. Так. Открой сундук. Может, подсказка там? Нет, подожди. Ты должен осмотреть всех пауков. Нет ли на них записочки? Если нет ничего, переходи дальше. Слева. Посмотри слева. Да, там. Нет, нет, другой. Может быть, на брюшке? Придётся причинить ему немного боли. Давай, давай. Раскрой её и посмотри, есть ли там что. Потому что бумажка может быть чистой. Тут написано «двор». Быстро выходи. Замечательно. Замечательно. Вам повезло. Он быстро нашёл записочку со словом. Итак, что это за слово? Двор. Итак, двор, суд. У вас Рафаэль, ложа, двор. Какие ассоциации с этими тремя словами? Двор, суд, Рафаэль художник. Ложа, а может, русло, русло реки. Может быть, ложа для реки, русло. Рафаэль рисует речными красками. Может, река? Но слово «течение» пишется иначе. Что это может быть? Что такое? Что это такое? Рафаэль, ложа. Я думаю, надо бежать в сокровищницу. И там, наверное, придётся кого-то принести в жертву. Двор, двор. Может быть, какая-то игра? Рафаэль нарисовал двор. До Гонго остаётся очень мало времени. Дождь обычно является символом богатства. Может быть, вам улыбнётся счастье. Они жертвуют игроком. Кто идёт на это? Тири, иди сюда. А вы пока думайте. Рафаэль, ложа, двор. У вас очень мало времени. Очень времени мало. Весы, весы. Ещё одна жертва. Да, да. Кто? Быстрее. Решайте. Быстро сую руку. Открываем. Дворец. Так, хорошо. Так. Так. Распределяем буквы. Так, ты. Д, В, О, Р, Е. Да нет же, да нет же. Нет. Юстиция. Ю, С, Т, И, С, И, Я. Ю, С, Т, И, С, И, Я. Три ядра. Так, каждому по две буквы. Все поняли? Быстрее. Я буду называть буквы, а вы поднимайте руки. Хорошо? Быстрее, быстрее. Я буду называть буквы, а вы поднимайте руки. Хорошо? Вы меня поняли? Ю, С, Т, И, С, И, Я. Патрис, все в порядке? Так, готовы? Филиндра, поверните голову тигра. КОНЕЦ Бегите туда и обратно. Осторожнее по лестнице. Не роняйте монеты. Быстрее, быстрее. Туда и обратно. Хорошо, хорошо. Быстрее, быстрее. Дверь опускается, быстрее. Быстрее. Дверь. Следите за дверью. Дверь, следите за дверью. Так, действительно, это была юстиция, правосудие. Вот несколько объяснений. Правосудие – это известная картина Арфаэля. Ложа, королевское кресло, почетное место в парламенте. Двор, суд, трибунал. Весы, разумеется, это символ правосудия. И дворец правосудия. Тут нельзя было ошибиться. Следовательно, они выиграли. Они выиграли. И бросив взгляд на то, что я вижу, мне хочется, ну, один раз не счет, снять свою шапку. Потому что у меня впечатление, что, в принципе, как бы сказать, результат неплохой. Как вы сами оцениваете? Да, они выдержали. С успехом испытания. Вы были, как теперь говорят, кул, успешно выступали. Вы все улыбаетесь, мне это приятно. А, Сандрин? Да, вы выступили прекрасно. Мы слаженно работали с вами. Я надеваю шляпу и отправляюсь к старцу Фура. Спасибо. Так, паспарту, постам. Сейчас предстоит самое важное. Внимание! Я могу вам сказать, что вы выступили неплохо и выиграли. Смотрите. 96 890 франков! Здорово, Изабель! Да. Здорово, потому что у нас была суперкоманда. Только было обидно, что мы потеряли одну подсказку в конце. Дальше пришлось все делать в торопях. Это обидно. При первой же жертве вы угадали слово, при второй только получили подтверждение своей догадки. Да, да. Мы были на три четверти уверены, а с последней жертвой были уверены на все сто. Эти деньги пойдут ассоциации, да? Да, конечно. И мы все счастливы, что можем им помочь. Я надеюсь на это во всяком случае. Чемпионы, Лоран и Рик, вы хорошо провели время. Да, это были прекрасные мгновения. Я очень рада за вас. Возьмите этот мешок. Дорогой капитан, тебе будет очень тяжело. Думаю, лучше взять и Рику, или Лорану. Нет, не очень тяжелый. А теперь попрощаемся. Пока. До встречи. Старец Фура. Да, 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 да. Старец Фура, вы слышали, как поддерживали друг друга участники? Давай, давай. Нет. Вайда, войда. И в то же время мне удалось вывести их из равновесия. Патрис, так не говорят. Надо сказать, триспа, лосюда. Я бы им ни за что не дал ключа. Это нормально, нельзя произносить неправильное слово. А надо найти сказку, подсказку. Вам не кажется, что вы подхватили здесь башню какую-то заразу и говорите все наоборот? Видите ли, новые слова, это модные одежды, мысли, при условии не повторять все время одни и те же слова и не забывать глаголы любить. Это была главная мысльня. До свидания. Вы смотрели программу «Ключи от форта Боярр». Обитатели форта Ян-Легак, Жиль Артюр, Ив Маршесо, Андре Буше и другие. Композитор Поль Кулак, режиссер Бернар Фламан, художественный директор Мари Франс Бриер. Программа озвучена телекомпанией НТВ. Режиссер Татьяна Маслова, звукорежиссер Михаил Тарасов, перевод Анатолия Беляева, текст читали актеры Марина Дюжева и Андрей Ярославцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова